Больше всего на свете Иоганн любил звёзды. Ведь только они, эти маленькие небесные пятнышки, замечали его безмолвного, задумчивого, никому не нужного котёнка. Только звёзды знали удивительный секрет, что прятался в его мягкой шерсти. Иоганн жил в небольшом, но шумном трактирчике у Джека, который располагался на улице Пасхальной, прямо за маленькой пиццерией и огромным бесхозным складом. Хозяин трактирчика, грузный и смешной Джек Весельчак, с радостью угощал бездомного котёнка вкуснейшими остатками с кухни и милостиво разрешал ютиться на чердаке. Иоганн ютился, рядом с круглым окошком, из которого можно было подолгу разглядывать огромную луну и звёзды. Больше всего на свете Иоганн не любил дожди. Холодные и злые, они яростно колотили по крышам и топали по земле, словно сотни великанов. И скажи кто, что именно в холодный дождливый день его судьба изменится раз и навсегда, Иоганн ни за что бы не поверил. Но именно так и случилось. В пятницу, когда солнце опустилось больше, чем наполовину, разразился оглушительный ливень, противный, злющий и ледяной. Изо всех сил колотил он по земле своими тяжелющими каплями. Бам-бам, бам-бам, раздавалось со всех сторон. И как назло, именно в эту пятницу трактирчик с любимым и, что главное, тёплым чердаком закрыли. Ремонт красовалась на облупленном и обшарпанном фасаде. И никто не подумал о том, где же теперь ютиться бедному Иоганну. Никто, даже весельчак Джек. Съёжившись, словно самый колючий на свете ёж, Иоганн поморщился. Обида на верного друга, коим он считал хозяина шумного трактирчика, впилась острющей иглой прямо в сердце. И лишь лудок проголодался Иоганн не на шутку. Бам-бам, бам-бам, гудело то справа, то слева. Бедный, насквозь промокший котёнок, мечтал лишь о том, чтобы поскорее заснуть. Внезапно, совсем рядышком, Иоганн услышал шаги, лёгкие, нежные, словно капли росы. Среди тяжёлых ударов дождя, отбивавших победоносный марш, эти шажки напоминали спасительную партию флейты. Бам-бам, бам-бам! Ещё сильнее заголосил дождь, пытаясь заглушить красивую ему знакомую мелодию. — Мамочка, смотри! — раздался звонкий детский голосок, и Иоганн увидел прямо перед собой яркие жёлтые сапожки. — Тут котёнок! И он совсем замёрз! Это была удивительно милая девчушка с огромными, словно чистое небо, глазами. Иногда Иоганн встречал детишек на улице, но таких, как она, никогда не видел. В трактирчик дети не наведывались, а далеко Иоганн и не отлучался. Странно, что Джек бросил его одного. Тут же напомнила о себе обида, ужалив посильнее. — А как тебя зову? — тихонько спросила девочка, присев на корточке и погладив скатавшуюся от грязи шёрстку. — Иоганн! — мяукнул он еле слышно. — Какое красивое имя! А меня — Мари! — улыбнулась она, взяв его на руки. — Иоганн, и Мари! — Ты меня слышишь? — изумлённо промяукал он. — Конечно, слышу! — рассмеялась она так звонко, словно рассыпала вокруг сотни разноцветных бусинок смешина. А ещё у Мари была замечательная мама, которая вкусно пахла нежными цветочными духами и готовила наивкуснейшую в мире запечённую курицу. — Ты светишься! — воскликнула девочка, прикрыв рот ладошкой. — Как же это красиво! — мой волшебный Иоганн! — Да, он светился, словно тысячи звёзд, и впервые кто-то этим восхищался. — Мой волшебный Иоганн! — шептала Мари, рассматривая маленькие звёздные крупинки в его мягкой шерсти. Теперь по ночам они вместе любовались яркими звёздами, тихими и задумчивыми. А ещё смотрели в телескоп по очереди и много-много болтали, часами напролёт. Иоганн, наконец, полюбил дожди. И вовсе они не хмурые, и совсем-то они не злые, эти дожди. Ведь именно им волшебный котёнок был обязан встречи с прекрасной Мари и своему новому дому. Субтитры создавал DimaTorzok